Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Сергея Лана Антонова, за режиссёрским пультом Марии Новгородовой и Ольги Степановой. 40 лет назад постановлением Совета Министров был создан государственный ансамбль танца Якутии. Позже он был реорганизован в Национальный театр танца, где появился собственный оркестр национальных инструментов. За эти годы репертуар пополнился не только новыми спектаклями, концертными номерами, но и новыми жанровыми формами. Итак, как сегодня живёт и работает Национальный театр танца? Какие проекты появились в его репертуаре? Поговорим об этом сегодня с нашими гостями. Итак, это директор театра, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Александр Иванович Алексеев. Здравствуйте! Здравствуйте! И художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Республики Светлана Прокопьевна Бессонова. Здравствуйте! Здравствуйте! Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, мы начинаем нашу программу. И первый вопрос я хотела бы задать Александру Ивановичу. Итак, каковы были основные цели и задачи, которые стояли перед театром? Спасибо! Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Национальный театр танца имени Сергея Афанасьевича Зеверева-Кылула считается, является самым ведущим театром в Республике, так как это танцевальное и музыкальное искусство мы показываем. Главной целью нашего театра является это сохранение, возрождение и развитие танцевального и музыкального искусства народа Саха. Это выпуск фольклорно-брядовых крупномасштабных спектаклей и детских, и для молодежи. И вот фольклорно-брядовый спектакль. Помимо этого театр выпускает большие концертные программы. Это танцы народов мира, северное сияние и танцы, песни народа Саха, земли Олон-Хо. Вот. Театр имеет оркестр национальных инструментов, швейный исцел у нас есть, потом мастерская по изготовлению, реставрации музыкальных, национальных инструментов. Это основные составы у нас являются артисты балета и артисты оркестра, так как это основники. Всего работников в театре 96. Из них основной состав занимает 90%. А вспомогательный персонал – это аппарат управления театра. Ну вот и такой большой коллектив. Мы размещаемся, переехали здание после ремонта. Это проспект Ленина, 47. Раньше Европа-клуб был. Это культурный центр был. Мы занимаем там полторы тысячи квадратных метров. Ой, ну это здорово. Да, это было. Я знаю, что была проделана очень большая работа и по ремонту, и по обустройству здания. О, там большая работа, так как требуемо, потому что условия создавать для каждого работника театра – это необходимо, потому что балетный зал должен специфически, действительно, отвечающий по всем параметрам, так как танцевальный коллектив, 33 человека должны танцевать, выйти, работать с утра до поздна, тут надо заниматься, тёплый должен быть, должен быть пол, отвечает тоже, чтобы травмы не получать, чтобы не скользко было. Это всё предусмотрено, и по всем требованиям танцевального искусства мы, руководство, это всё следим, и каждый работник, чтобы не получал ни травмы, никаких повреждений, не было. Это лучший у меня артист танцевального коллектива, который работает в рабочем месте. И оркестр у нас тоже национальный инструментов под чутком руководстве Николая Павловича Петрова. В прошлом году тоже у него юбилей был мы, из-за пандемии мы не смогли. И оркестру, и нашему коллективу театра 40 лет было в прошлом году, и Сергею Фанасьевичу Зеверю Кылуоло тоже 120-летие отмечали. Но это было через онлайн-концерты, онлайн-передачи по скайпу и инстаграму, так как по сей день мы занимаемся по онлайн. Хорошо, об этом мы поговорим чуть позже. Но вот я совершила небольшую экскурсию в вашем театре, и действительно увидела, что очень хорошие условия созданы и для артистов, и для тех, кто работает в театре. Действительно, и пошивочный цех, и костюмерный цех наконец-то обрели свои помещения. Да, да, да. Современная аппаратура у вас появилась. Да, современное оборудование приобрели, звуковое и световое. Но правда, конечно, плохо в том, что концертного зала нет, где выступит артиста. Есть камерный зал, он маленький, 5 метров на 5,5 метров, там никак невозможно выступить большим составом, только малым составом. То есть ваши спектакли все-таки возможно увидеть в более просторных помещениях, например, на сценах наших других театров, концертных залов и так далее. Но это по государственным заданиям через Министерство культуры мы с просьбой обращаемся, и они выделяют год, один, два, три площадки для выступления коллектива театра танца. А вообще-то вот танец, да, это самый древний жанр среди жанров искусства, самый древний считается. И вообще сейчас во всем мире востребован фольклорный танец, откуда сам вышел человек. Вот эти самобытные танцы, самобытная музыка. Вот эти все спектакли мы выпускаем, особенно вот по музыку наших местных композиторов и российских. Давайте примем телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый день. Слышно, да? Да, слышим вас. Это я на прямом эфире или как? Да, на прямом эфире. Я хотел узнать, это Европа-клубы, да, это норма соответствует, да, это цена танцевать. И я хотел узнать причину, почему это они приехали в ДК Кулаковского на Европа-клубы. Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Ага, добрый день, спасибо за вопрос. Значит, я отвечу так, вообще-то он не соответствует, вот это здание Европа-клуб, это ночной клуб, без окон, сложности. Потом таких специальных предназначенных цены нету, зрительного зала нету. Это все приспособления было для ночного клуба, там выступили. Поэтому переделали там во все конструкции, невозможно сделать, так было и осталось. Просто мы сделали ремонт. В основном у нас выступить негде было по этому сложности. В основном это здание передано по распоряжению, да, Министерства имущественных и земельных отношений республики, на баланс театра эстрады республики, да. И мы тоже занимаем, но как арендаторы мы там. А от ДК почему переехали? Потому что ДК, конечно, очень тесновато было, правда, там концертный зал есть хороший, мы там много выступали, постоянно там наши репетиции шли, потом сложности были, конечно, там размещаться нашим работникам. Мест не было очень, рабочий мест, там несколько, четыре комнаты было, по три, по два человека работы, очень мало было. Потом балетный зал был, вообще-то сложно было по графику работать. И швейном, и сэхо, в общем, сложности из-за этого. А сейчас уже база, как база есть, работать в этом здании бывшему Европа-клуб. Национальный театр танца верен, конечно, национальным традициям, но в то же время продолжает искать новые формы подачи танца, музыки. И мы видим на афишах такие названия, как экшен, рок, перформанс, пластическое действие и многое другое. И в прошлом году, во время пандемии, Светлана Прокопьевна, конечно же, большим спасением для любителей театра стали онлайн-трансляции, постановок, спектакли, возможность увидеть их в интернете. И я знаю, что ваш театр тоже работает в этом направлении. Так, например, вот в прошлом году мы смогли, некоторые наши телезрители, радиослушатели, увидеть спектакль-притчу «Харасаил черная леса». Вот как шла работа над постановкой? Я знаю, что здесь очень важен выбор материала. Конечно, прошлый год сделал свои корректировки. Как и все, мы тоже освоили формат онлайн. И в прошлом году, к юбилею Сергея Афанасьевича Зверева, мы готовились заранее. Готовились мы буквально за три, за три с половиной года. Тогда мы уже творческий состав, который будет создавать спектакль, уже сформировали. И у нас бывают свои небольшие какие-то ритуалы. Тогда Николай Михеев, режиссер Костас Марсан, я как хореограф-постановщик. И Зоя Гавриловна Попова, она тоже нам помогала создать эллибретто по одноименной драме «Харасаил». И мы съездили в Сунтары. Тогда министром у нас был Владимир Иванович Тихонов. Он, конечно, как человек сунтарский, очень тоже болеет душой за свою родину. И он буквально, ну буквально вот как пришел и говорил, вот скоро будет юбилей, 120 лет Сергею Афанасьевичу, что вы собираетесь делать и все такое. Ну, мы сказали, мы планируем, конечно, создать обязательно спектакль. Потому что мы по его произведениям в репертуаре уже имели три спектакля. А так вообще у Сергея Афанасьевича не так много литературных произведений. Именно вот роман, драм. У него одно лонхо, Кулустый, Берген, мы спектакль поставили по его лонхо. И у нас, в общем, выбора как такового уже мало было. И выбор шел между спектаклем, между драмой «Харасагыл» и народным преданием «Аттаматхотон Сугалдеталбаннах». Ну, мы съездили в Сунтары этой группой. И у нас, значит, был такой ритуальный обряд. Мы с земли, вот его, с родной, берем алгас. Получили благословение. И после этого началась работа. После этого мы приступили к постановочной работе. Конечно, мы не планировали его делать онлайн. Мы должны были его показать на сцене, с оркестром, полным составом. Но время сделало свои корректировки. И у нас режиссер, это Костас Марсан, кинорежиссер. И как-то вот так вот все, видимо, ну, как вот при тече. И мы как-то в один момент так вот сели, думаем, а как же нам премьеру-то сделать? «Юбилейный год завершается, премьера должна состояться». И выходом для вас стала возможность, да. И мы говорим, вот кинорежиссер. Ну, грех не воспользоваться этой возможностью, да. И мы решили снять киноверсию. Это был новый опыт для вас? Конечно, новый. И, естественно, то, что Костас Марсан, кинорежиссер, это вот сделало возможность выпустить нам киноверсию. И вообще, вот, мы, по-моему, стали первым якутским театром, который создал киноверсию. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о работе Национального театра танца Якутии. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о Национальном театре танца нашей республики, о планах на этот год, а также знакомимся с артистами балета и оркестра национальных инструментов. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно в телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. И сегодня у нас в гостях ведущие солисты Национального театра танца, лауреат международного конкурса Валентина Амосова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Джулур Андреев, приветствуем вас. Здравствуйте. Ну что же, буквально два слова о себе, где вы учились и как давно трудитесь в театре, пожалуйста. Да, я училась в хореографическом колледже, окончила в 2007 году и сразу, как говорится, сразу же в наш театр поступила из-за желания большого. А я с детства занимаюсь бальными танцами, вот. И после окончания школы я поступил в Арктический государственный институт культуры и искусств. Там отучился на хореографа, закончил красным дипломом. А потом я отслужил в армии и после армии сразу поступил на работу в Национальный театр танца. Ну, вообще, слово танец мужского рода, это большой физический труд, расход энергии, да. Можно сказать, что это силовой вид тренировок, особенно вот для мужчин, им нередко приходится и партнершу поднимать во время танца, да. А, ну, к сожалению, обыватели думают, что это довольно легко. Вышел на сцену, станцевал и всё. Считается, что это не такой уж и трудный, можно сказать, выбор. Да, к сожалению, зрители видят только верхушку айсберга, да, а ту самую работу внизу, то, что под льдом внизу находится, они не видят. Получается, вот то, что там внизу, это самая большая работа. Ради этого одного танца, допустим, три минуты, да, которые мы выкладываемся целый месяц, месяцами работаем, отрабатываем каждое движение. Ну, и попутно сами поддерживаем себя в форме, занимаемся, ходим в тренажёрки и так далее, да. Валентина, ну, вот в последнее время действительно появились в интернете фотографии, где мы можем видеть ноги танцовщиц после пуантов, например, израненные и так далее. Действительно такая тяжёлая, сложная профессия. Да, танец, артист балета, это, конечно, очень сложная профессия, ну, тем более артист балета, да, чистая. Ну, 24 часа, ну, это, конечно, из них с утра до вечера репетиции, постоянные репетиции. Если ты одеваешь пуанты, это такая обувь балерины, то, конечно, ноги изнашиваются, кровь и так далее. Но в нашем случае, ну, у нас народные танцы, национальные танцы, и у нас вот обувь чисто пуанты, ну, редко. Бывает, но вот. Вы знаете, это можно сравнить с тем, как люди ходят в тренажёрные залы в неделю три раза, да, допустим, два-три раза, и занимаются где-то примерно час-полтора. А вот, а чтобы нам поддерживать физическую форму, да, нам приходится работать не три раза в неделю, а шесть дней в неделю. И каждый день не один час, а, допустим, с десяти до пяти часов вечера. То есть целый рабочий день. Да, целый рабочий день. И каждый раз надо выкладываться на полную, не халтурить, в общем. Ну, для того, чтобы быть в хорошей форме, надо не только танцевать, но ещё, я думаю, соблюдать режим питания, да, правильное питание. Вы действительно придерживаетесь его? Обязательно. Обязательно. Как это было, например, вот в училище, когда вы учились, и как это происходит сейчас? Расскажите, пожалуйста. В училище у нас был, ну, в училище наше очень хорошее, они нас обеспечивали фруктами, витаминами, обед, полный обед. Ну, и, конечно, кроме мучных, таких вот макарончики, такие вот, исключали, ну, чисто такие вот витаминчики, да, фруктами. А сейчас мы уже, как артисты балета, ну, как взрослые люди уже сами должны следить за формой. Про диету я могу сказать, что, наверное, для каждого человека каждый сам выбирает для себя какие-то определённые, ну, определённую диету, да. Вот я для себя лично предпочитаю интервальное голодание, когда, допустим, с утра не ешь, и после обеда где-то часов три начинаешь только приём пищи, а кому-то это не подходит. Кто-то кушает каждые два-три часа понемногу, вот, и каждый выбирает для себя это сам. Но, тем не менее, какой бы режим для себя он не выбрал, правильное питание, оно у вас присутствует обязательно. Да, присутствует обязательно. Я знаю, что во многих постановках вам приходится не только танцевать, да, но и, например, петь асохой, да, исполнять чабаргах. Сложно бывает овладевать вот такими новыми навыками? Вы ведь всё-таки больше привыкли танцевать. Да, это бывает непривычно, но это нам не впервой, потому что мы танцуем и поём. Да, ну, в общем, наши артисты многогранные. Можем и петь, можем танцевать, можем, как и быть, как драм-артисты, вживаемся в роль. Ну, в общем, такой у нас театр многогранный. То есть приходится быть универсальными артистами, да? Универсальные, да. Ну, к сожалению, у артистов балета довольно короткий век, где-то порядка 20 лет на сцене. Да, я знаю, что артист обычно танцует, да? А вот вы думаете о том, чем вы будете заниматься дальше? Может быть, у вас есть какие-то свои хобби, увлечения, которые помогают вам жить сейчас, и, может быть, вы часть из них перенесёте в своё будущее? Да, вот в этом плане наш театр очень сильно поддерживает, потому что, ну, кроме нашей работы основного артиста театра, мы ещё работаем в проектах. Я вот лично в садике работала с маленькими детишками. Это тоже целый мир. Работать не с большим уже, с полноценными артистами, а вот с маленькими. Это нужно им добавить. Ну, тоже есть свои особенности работы. Особенности. Нужно быть хорошим психологом для того, чтобы работать с детьми. Да, психологом, педагогом. Вот. Хорошо. Лично я пока, конечно, прям сильно вот так вот не задумывался, но уже имею кое-какое представление, вот, и я сейчас преподаю бачату в школе танцев, и я думаю, что с этим у меня дальнейшее развитие будет связано именно с этими социальными танцами. Вот вы говорите, что преподаете, а есть какие-то онлайн-занятия? Вы выкладываете в интернет? Это сейчас вот стало велинией времени, наверное? Да, у нас, в том числе, в Национальном театре танца на нашем YouTube-канале мы снимали видео. Там я рассказывал про основы движений именно танца бачата, ну и немножко показал, как надо себя вести в паре и немножко движений в паре. Очень интересно. И вообще надо отметить, что театр, следуя, наверное, вот развитию современных технологий, да, также стал активно пополнять свой сайт, да, Инстаграм очень активно ведётся, и действительно можно увидеть фотографии, спектакли, вот вы видите, даже говорите, видео есть, да, онлайн-мастер-классы. Я знаю, что там есть не только, например, танцевальные, да, но и вокалистов, музыкантов можно увидеть, да. То есть на самом деле всех любителей, наверное, музыки, танцев мы призовём для того, чтобы они активнее заглядывали на вашу страничку в Инстаграм, да. Я знаю, что вы сами являетесь родителями, и ваши дети с самого детства видят, как работают ваши родители, и, может быть, у них есть какое-то желание, да, пойти по вашим стопам? Желание, да. У меня двое детей, старший мальчик, ему лет 11, и девочка 9 лет. И вот девочка наша ходит, учится в летной школе, где я училась, и одновременно ещё ходит в спортивно-бальные танцы. Она очень любит танцевать, наверное, вся и в меня. Ну и если так, то и с мужем мы в 2008 году, он тоже работал в нашем театре. Вот видите. Я думаю, что это судьба. Может быть, даже сложится династия, да? Династия. А у вас дюлок? А у меня дочка, ей 6 лет, вот, она постоянно говорит, что хочет стать балериной. Вот, ну, мы, у нас есть в планах отдать её в балетную школу, но пока посмотрим, как сложится, как там нас примут и так далее. Ну, на ваш взгляд, данные есть у ребёнка? Ну, мне кажется, да, там, мне кажется, главное это упорство и труд, да, для ребёнка. А данные, это уже как дополнение? Данные, да, это очень хорошее дополнение. Ну, я знаю, что вот действительно у вас был очень такой интересный опыт, это создание киноверсии балета Харасагыл. Мне хотелось бы услышать вот ваше мнение о том, каково это было работать на камеру. Всё-таки работать на зрителя, там есть своя специфика. А вот когда вы работаете на камеру, когда вы работаете не перед зрительным залом, а перед человеком, который снимает, наверное, совсем другие ощущения. Да, вы знаете, было немного непривычно, вот, именно работать на камеру, да. Но сложность была именно в том, что снимали отдельные сцены, и эту сцену снимали не один раз, а пять-шесть раз, с разных углов, с разных камер. Поэтому приходилось каждую сцену выкладываться на пополный. Вот, в этом именно была сложность. Получается, когда работаешь на зрителя, ты готовишься на один раз, да. Один раз выступил, и всё, пошёл отдыхать. Свой энергетический посыл сделал, и всё. А тут приходится каждый раз повторять. Каждый раз надо включаться, каждый раз надо вживаться в роль. Вот, в этом именно была сложность, да. У вас были, наверное, тоже съёмки для того, чтобы выкладывали балеты в Инстаграм, детали? Конечно, соглашусь с коллегой, с коллегой Джулуром. Да, и вот я думаю, что вот именно съёмки для нашего театра — это новый формат, получается. Я думаю, что в дальнейшем мы будем тоже так же... Да, это было очень интересно, это был суперзанимательный опыт для нас. Ну, и над чем вы сейчас работаете, мне хотелось бы знать? У нас будет концерт «Танцы народов мира» 18-19 февраля. Так, и вот у нас там сольные номера, дуэт, ну, такой вот малый состав. Какие танцы вы исполняете? Я исполняю северные картинки, это в постановке Афанасия Соловьёва с лыжами. Так, и получается у меня новый этот вот кабардинский. Для вас новый, да? Да, для меня это новый, потому что такой характерный номер, грузинский, сильный, но это оттачиваю. А у меня филиппинский танец готовится, я сейчас стараюсь вживаться в роль, смотрю много видеороликов, да, учусь с участием филиппинского танца, вот, и... Ну, сейчас вот приходится работать именно над этим пока что. Ну, наверное, для того, чтобы вжиться в роль, действительно нужно знакомиться с традициями, да, этой страны, которую вы изображаете, да, смотреть много видео, читать об истории этого края. Ну, что же, я желаю вам успехов, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь встретимся с вами, и в третьей части нашей программы будет музыкальный состав Национального театра танца. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о Национальном театре танца нашей республики, о планах на этот год, о репертуаре, а также знакомимся с артистами балета и оркестры национальных инструментов. Напоминаем, что наши программы выходят в телевизионном и радиоканале НВК Саха, мы работаем в прямом эфире, телефоны нашей студии 320066 и 321166. Ну что же, а сейчас у нас в гостях артисты Оркестра национальных инструментов Инна Скрыбыкина. Здравствуйте. И Мария Коротова. Добрый день. Добрый день. Хорошо. Вот я хотела бы задать вам такой вопрос. Вы играете на Домре, да? Чем был обусловлен выбор вот именно такого инструмента? Всё-таки он не самый популярный, скажем, в наших музыкальных школах. Да. Я вот когда была маленькая, у меня бабушка работала в музыкальной школе, и она как-то пришла и говорит, хочешь в музыкальной школе учиться? Ну, я говорю, ну да, хочу, на фортепиано. Пошли на фортепиано, там мест не было, и мне сказали, выбирай, ну, балалайку или домру. Ну, я говорю, ну, балалайка как-то, да. Я выбрала домру, ну, и вот начался мой путь обучения домре. Вот так. А у вас? У меня, я сперва, по-моему, поступала как на хореографию, потом по болезни ушла, получается, и вот потом у меня тётя моя привела в музыкальную школу, и вот искала, вот такой-то инструмент есть. Короче, будешь играть? Ну, давайте, давай попробуем день. Ага, и так, и вот пошла учёба. Ага. Ну, я думаю, сейчас вы не очень расстраиваетесь, что на танцы вы не попали, потому что вы работаете в Национальном театре танца, да? Помните своё первое выступление на публике? Можете поделиться своим опытом? В каком году ещё вот вы пришли в Национальный театр танца? А, именно в театр? Ага. Вот в театр я пришла в 2011 году, когда ещё училась в институте. Меня пригласили. И вот я не скажу, я какой концерт был, да, там самый первый мой, но мы на лето во время Исыха уехали на гастроли в Амгу. И вот там во время Исыха играли. Ну, конечно, было волнительно. А у вас? Я пришла, по-моему, в 2008 году в театр работать, тоже будучи студентом после последнего курса института. Ой, вот первый концерт я вот не помню. Ну, вы, наверное, уже привыкли выступать, когда учились, да? Ага. Хорошо. Ну, чтобы быть настоящим музыкантом, нужно получить ступенчатое призывание, да? То есть, первая это музыкальная школа, затем вот колледж и институт. И институт. Вот как у вас с этим? Ну, как и все, да, профессиональные музыканты отучились 5 лет в музыкальной школе, потом 4 года в музыкальном колледже, и с первого курса тоже в институте тоже 5 лет. Получается, в общем, 14 лет учёбы. У вас? У нас так же. Аналогично. Я знаю, что ещё прошлой весной должен был состояться ваш сольный концерт, но из-за условий, в которых мы пребывали во время пандемии, его не было. Но, тем не менее, задумка всё-таки выступить сольно, она осталась, да? Я знаю, что у вас буквально через несколько... Буквально через полтора месяца. Через полтора месяца, да, через несколько дней будет свой концерт. Вот есть разница, играть сольно или играть в оркестре? Да, конечно, разница колоссальная, так как, когда ты играешь в оркестре, это... Ну, во-первых, оркестры там многочисленные, да? Во-вторых, там каждый определённый инструмент, они играют одну мелодию в унисон. Там много народу, да, сидит? А когда ты играешь сольно, ты играешь свою партию одна. Никто там, тебе не поможет, грубо говоря. Вот так вот. Ну, вообще, в чём специфика оркестры национальных инструментов? Ну, оркестр играет чисто академическую якутскую музыку. Он его в основном исполняет. Да, у нас ещё в оркестре есть определённые ансамбли есть. Есть ансамбль Кыл Саха под руководством Анны Томской. Они, например, исполняют традиционную якутскую музыку. А есть ансамбль Джол. Вот мы как раз в составе ансамбля Джол. Да, расскажите, пожалуйста, об этом ансамбле. Кто в него входит, где там были выступления, нет? Да, конечно. Создан в 2018 году нашим дирижёром Анютой Ивановой. Ну, она как-то сказала, вы не хотите собраться, молодёжь, сыграть что-нибудь? Ну, давайте. Конечно, с радостью. Вот мы собрались и сделали проект от архаичности до современности. Вот где с Кыл Саха и Джол мы выступали по улусам, по школам, по оздоровительным лагерям. Играли. С ансамблем Джол у нас уже прошло два сольных концерта. В прошлом году в декабре, в 2019 году. И в 2020 году тоже в декабре у нас сольные концерты были. Хорошо. Спасибо. Я знаю, что вот вы пришли как раз-таки не с пустыми руками к нам в студию. Давайте всё-таки познакомимся с вашим творчеством. Хотелось бы услышать произведение. Что вы нам сегодня исполните? Давай. Исполним мы каприз номер 4 молодого композитора Владимира Кошелева. Пожалуйста. Исполним мы каприз номер 4 молодого композитора Владимира Кошелева. Исполним мы каприз номер 4 молодого композитора Владимира Кошелева. Девушки, я думаю, что вот то количество аплодисментов, которые вы услышите на сольном концерте, конечно, будет превышать в децибилах, я думаю, во много раз. Спасибо. Я пожелаю вам успехов в вашем творчестве. Спасибо большое. Ну что же, и хотела бы я теперь предоставить слово нашему следующему собеседнику. Я знаю, что творческий коллектив Национального театра танца верен как традиционному, так и новаторскому духу искусства. Еще один наш гость — это импровизатор-хомусист, лауреат всероссийских международных конкурсов Георгий Слепцовченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Георгий, вы играете на инструменте, который дошел до нас из глубины веков, но в то же время и до сих пор является брендом Якутии. И я знаю, что впервые вы хомус взяли в три года. Тогда он три года как игрушка. А в пять? Да. Хорошо. Да, такими словами громкими. Это мой хлеб, это моя работа. Но изначально хомуси тогда, это для меня была игрушка, потом хобби, а потом постепенно она стала моей работой. Ну вот научиться играть на хомусе может, наверное, практически каждый из нас. А вот что нужно для того, чтобы стать настоящим виртуозом? Самое главное — желание, упорство и, наверное, талант. Мы слышали, что вы проводите онлайн также мастер-классы, да, еще одна форма работы. Что необходимо для этого? Что вы можете сказать тем, кто хочет научиться играть на хомусе? Где можно увидеть ваши уроки? Ну, обычно мне очень много пишут по WhatsApp. С просьбой научить? Да, через платформу Zoom обычно учим в театре у нас. И через WhatsApp тоже онлайн занятия иногда провожу. А также скоро хочу выпустить уже в YouTube мастер-классы, чтобы любой желающий тоже мог обучиться на хомусе. Я слышала, что вы уже выпустили два альбома, да? Да, два сольных альбома выпустил. Один выпустил в 2018-м, и второй уже через месяц, когда я вдохновился выпуском альбома, и за месяц уже сделал второй альбом и также выпустил второй альбом. Как быстро? А над первым сколько вы работали? Над первым я работал, наверное, 4 года. Потом мы записали вот это все, со что мы сделали. Ну, там пару треков просто доделали, а потом выпустили трек. Первый трек, второй, вот уже последние треки сделали, альбом презентовали, а потом уже с диджеем решили сделать сразу же второй альбом, и днями-ночами вот писали второй альбом и выпустили уже через месяц. Ну и хотелось бы знать о ваших планах на ближайшее время. Раньше я очень много пытался найти новое для хамуса, то есть пытался сыграть его с разными инструментами, с новой разной музыкой. А теперь я хочу найти именно в хамусе медитацию. Есть такая вот штука, называется хамусотерапия, то есть хамус, говорят, лечит от разных болезней, от невзгод, да. И вот именно я сейчас практикую вот медитацию, и думаю, что в скором времени как-нибудь покажу уже людям. То есть вы говорите, что хамус лечит. Да. Ну что же, я знаю, что вы пришли также сегодня к нам в студию даже с двумя хамусами, да? Да. Может быть, исполните для нас что-то? Сначала я сыграю сиэтарды, это якутская протяжная игра, а потом уже более современная. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Более динамичное. Да, я люблю вот... У нас остается 20 секунд. Разные ритмы, и поэтому сыграю разные ритмы. Да. Ну что же, дорогие друзья, на такой вот музыкальной ноте, Георгий, можете продолжать играть, да? Мы и прощаемся с вами. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Мы говорили о Национальном театре танца нашей республики. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова